Ну я, кстати, это, типа, готов. Я тоже. Что, старте? Ага. Е. Ой, чуть сердечко прихватило. Тьфу. Почему вы умираете? Старость не рада, Серый, да. Сердечко прихватило. Ты цену PS5 опять увидел, что ли? Нет, я увидел солдат вместо цены PS5. Привет, друзья! С вами Единственный в мире, 25-й выпуск подкаста «На краю Вселенной». Мы вновь встретились за виртуальным столиком уютного бара на просторах игровой галактики, чтобы обсудить последние события из мира игр. Я Егор Феникс Бикей, и сегодня отсыпаться в криокамерах со мной будет генерал Сергей Бурлэйдер. Привет! Хей-йо, дамы и господа! А также Настя Волтологист из Дома Таргариенов, королева андалов и первых людей, владычица Севикоролевств и хранительница областей, правительница Мэйрина, кхалиси Великого Травяного моря, разрушительница оков и матерь драконов. Привет! Привет! Я, правда, в процессе так и не понимаю, о чем именно его идею. Всем. Почему не на полчаса? Или понял? Что-то коротко. Егор! Ну, простите, сегодня скромничаем. В отличие от Сони, которая наконец-то, да, наконец-то показала, сказала, все нам разжевало, и мы знаем, что PlayStation 5 это дорого. Да, презентация у нас наконец-то состоялась, все, Сони озвучила ценнички, сказала, что мы сможем поиграть наконец-то в PlayStation 5. Аж в ноябре, аж, получается, где-то там 19 ноября, А вот и не сможем. Ну, да, да, предзаказы, вот это все, ничего не будет. Так, самое главное, что у нас получается? Цена в России 46 999 рублей. Это версия с приводом. Версия без привода 37 999 рублей. Первую можно найти в предзаказах, вторую уже не найти. Уже, да. Да ее изначально было не найти. Крупные торговые сети уже брали предзаказы и успели даже поотменять их. Да. Прошло пару дней, это все смешно. Мы даже, да, увидели, что даже Джефф Килли расстроился, что ему Амазон сказал, что у него предзаказ уже может быть и не предзаказан. Мол, прости, без консоли. Sony, кстати, уколола уже Microsoft, потому что все же думали, что может быть все-таки версия без привода будет стоить где-нибудь так 350, будет какая-то там война. Но Sony, вернее, сам Джим Райан сказал, что типа Xbox Series S, это вообще как бы консоль такая фу-фу. Вот. Нет смысла выпускать эти обрубки, потому что, как показал наш анализ, как показали наши исследования, люди хотят играть в консоли по 6-7-8 лет, и поэтому нет смысла продавать какие-то такие консоли с низкими спецификациями и подешевле. Поэтому это был такой намек, что не ходите к конкурентам, берите у нас. У нас вот без привода дешевле, чем у них с приводом, значит. В общем, сильно дешевле. Да, ну как бы, есть разница. Я бы вот очень хотел себе без привода. Надеюсь, я ее найду. Но через пару лет, может быть, где-нибудь появится. Ну, самый кайф в чем? Теперь не страшно брать PlayStation 5, потому что на PlayStation 5 сразу будет куча-куча-куча игр. С PlayStation 4 99% игр пообещали будут поддерживаться. Соответственно, я так понимаю, что все, что мы купили до этого, все, что лежит у нас на аккаунтах, все, что мы получили по плюсу, все будет работать на PS4. О, на PS5. А на PS4 уже не факт, да? Ну, кто-то сразу пересядет. Я думаю, что если у тебя будет PS5, допустим, да, у тебя есть там диски, у тебя там аккаунт вкусненький, что ты сразу забудешь про PlayStation 4, потому что пятерочка будет все хряпать. А некоторые игры еще получат бесплатный апгрейд на PS5. Я наконец-то поиграю, ведь в АК-3 уже с апгрейдом. На свитче. Нет-нет-нет-нет-нет, ни за что. После патча, да. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ну, кстати, у меня тоже закроились подозрения, я так на свитче не допрошел. Может быть, потом перебраться на PS5. Ну, это все дело десятое. Еще очень понравилось, что Sony решила сделать коллекцию PlayStation Plus, в которой будет целых, по-моему, если я не путаю, 18 игр, довольно приятных и крутых, которые будут доступны без дополнительной платы всем, кто пересядет с плюсом на PlayStation 5. Там, значит, у нас вошли в этот список Batman Arkham Knight, ну, что уже как бы очень круто. Battlefield 1 для тех, кто любит по сети рубаться. Вот, Bloodborne, ну, это вообще для всех, как бы. Days Gone для тех, кто все-таки на PS4 не напробовался, не наразжевался и не вкусил. Я-то я. Detroit... Detroit Become Human, кому не хватило на печке, значит, у нее наиграться. Fallout 4, вообще не знаю, что здесь делать, но как бы... А просто есть. А просто есть. Значит, финалка 15-ая, ну, это как бы неплохо, да. God of War тоже вообще шик-модерн. Infamous Second Son, ну, то есть, игра, а, значит, там, как бы показывал возможности PS4. Это было столько лет, да, такие недобрались. Да, да. Потом, значит, The Last Guardian, ну, тут вообще как бы не знаю даже, что добавить. Ну, The Last of Us Remastered, я не знаю, удивлен, что не вторую часть. Ну, как бы, пускай скачет по поколениям. А ты, да, сначала поиграй в первую, потом купи в вторую. Так, а будет, то будет The Last of Us Re Remastered. Re Remastered? Нет. Re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-мастер. А где патч? Я хочу патч, чтобы было все в 4К и 120 FPS. О, ничего себе. Нет, вторую уже прокачают, что будет, там, пообещали апгрейд. Как бы так. Но это не точно. Нет, вы правда обещали, я где-то видел. Я тоже видел, но это был левый аккаунт какой-то. Нет, да, я думаю, что это вопрос времени просто. Ну, игра-то такая, смачная. Ну, да, мне кажется, вообще, что все эксклюзивы, которые выходили на PS4, получат какой-никакой апгрейд в PS5. Так, значит, что там еще в списке Mortal Kombat X? Ну, то есть, 10. Ну, как бы, файтинг нужен был в этом списке, полюбас в какой-нибудь... Но 11 мы вам все равно тоже не дадим. Persona 5, потому что нужна еще JRPG была в этом списке, причем хорошая. Помимо финалки. Блин, похоже, ты Егор в список составлял. Оправдывается теперь тут. Ну, резервич, это кланка, ну, должен быть треклористом. Все, точно Егор составлял. Что, сейчас дальше, подожди. Resident Evil 7, потому что должен быть хоррор в списке. Monster Hunter World, потому что должен быть Monster Hunter в списке. Вот точно Егор. Просто потому что Егору нравится Monster Hunter, вот и все. Все, все. Слушайте, я реально сейчас понимаю, почему мне нравится этот список. Вот. Я только, знаешь, что удивлен? Знаете, почему я вот смущаюсь, что есть Until Dawn и есть Detroit Become Human. А не много ли вот этого вот такого вот всего? И что, интерактивное кино не уважаешь? За интерактивное кино расскажи мне давай. Ну вообще, его по плюсу уже давали смысл еще раз его в коллекцию, что-то как-то... Так, а там, наверное, визуальный апгрейд и вот это вот все будет потом. Да? Для Until Dawn, мне кажется, не будет. Кстати, вот когда я смотрел ролик вот этой всей коллекции, а, еще там будет Uncharted, потому что Uncharted должен быть в списке. А какой, какой Uncharted? А ты угадай, 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 угадай. Четвертый? Нет, первая. Первая, первая. Четвертый. Коллекция? Да, нет, четвертый. Просто четвертый. Просто четвертый. А коллекцию уже раздавали, уже по плюсу точно. Да. Мне понравилось, что я, ой, не понравилось, вернее, что я смотрел вот этот ролик PlayStation Plus Collection, да, и мне все игры казались уже не очень красивыми. Я не знаю почему, я вот, серьезно, я то ли мы пересмотрели уже роликов вот этих всех крутых новеньких, я смотрел, такой думал, блин, а PlayStation 4 это уже это? Устала, по-моему, немножечко. Да, особенно обычно. Я помню, как меня Uncharted просто впечатлил, когда я в него играл, а тут я такой смотрю сценку там, какой-то из Uncharted, и такой, о-о-о, а что с текстурки-то не подкинули? Понятно, все. Да, я тоже помню, я тоже помню этот вау-эффект, когда смотришь на просвет уха у персонажа и видно вот эти все хрящи, венки, все прям настолько проработано. Фига, Серега, ты заморачиваешься? Не, на самом деле это просто кто-то выкладывал типа детали. Воу-воу-воу. Не, ну это круто, когда такая детализация высокая. Ну, на PlayStation 5 будет, там же SSD. Еее! 825 гигабайт это прям... С учетом того, что на официальном сайте Sony появился примерный вес игр нового поколения, то это очень мало. Смотрите, вот Demon's Souls Remake будет весить минимум 66 гигабайт. Spider-Man Miles Morales 50 гигабайт, при том, что это как бы стендалон DLC. А вместе с ремастером первой части оригинала он будет весить 105 гигабайт. То есть 55 гигабайт основная игра и стендалон 50 гигабайт. То есть, короче, можно готовить 1010 на какой-нибудь расширяющий винчестер. А, обычный же не подойдет. Это проблема. Да. Он же какой-то свой, собственный, специальный SSD, магический. поэтому не получится никак расширить память сразу же на старте. Ну, тут, видишь, все еще зависит от возможностей и желаний и потребностей. Я вот на 500 гиговой PS4 живу, как бы, и вообще не плачу. Тоже 500 гиговая и при этом еще на обзоры всегда у меня забит, в общем, у меня части забита скриншотами, видео, заходишь, знаешь, когда память заканчивается и тебе говорит, хочешь установить игру? И почисти память. Ты идешь такой смотреть, там, ну, показывается, на что у тебя ушло, сколько гигабайт, и такая, галерея, 175, там, 200 щенок, и ты такой, ну, что ж такое-то? Короче, именно по этой причине, что 500 гигабайт на диске у большинства стоят, с нами не смог друг поиграть в Warzone, потому что у него места не хватает, и он до сих пор с нами не играет, то есть мы играли с ним почти год, и уже где-то полгода мы с ним не играем только потому, что он не может поставить себе Warzone. А ты думаешь, почему мы не стримим Warzone? Потому что она весит слишком много. По той же причине, То есть до этого мы играли с ним в Apex, а он весит намного меньше, он там 50 гигов занимает, а Warzone там 100 с чем-то гигов. Ну, мы поэтому и не стали, потому что, ну, что это такое? Вообще, там надо на обзор гигов 300, наверное, держать место, плюс там 1-2 игры, в которые реально хочется поиграть, и все, и остальное подскрешет и видео. А тут Warzone просто полвинчестера такой. А помните, было время, когда мы Fortnite удаляли, потому что места не хватало, да? Вот хорошее было. Хорошее было время, точно. Кстати, Fortnite у нас выйдет на PlayStation 5. У-ху-ху! Блин! Так, поддерживайте орган, всё нормально, всё хорошо. Там списочек был, кстати, неплохой анонсов, ещё помимо самой PlayStation 5, раз уж мы уже затронули эту тему. Ну, Demon's Souls мы как бы все знали, все видели, все были в курсе, и выглядит он пушечно просто конфатка. Да, очень круто. Нет, подожди, стой, всё идёт не по сценарю, кто должен был говорить, да, там каждый враг ложится с одного удара. Импакта от щита нет. Он двигается деревянно. Фу, не буду брать. Ты же амбассадор Dark Souls. Я не стал отбирать у тебя славу. Я Demon's Souls спокойно дышу, поэтому простите. Ну Demon's Souls к тому же будет у нас ремейк стартовый в стартовой линейке консолей, которая выглядит пока безумно скромно. Я уж опять перескочу с темы на тему. Во-первых, на консоли будет предустановлен Astro Playroom, который Рив Килли показывал очень давно вместе с DualSense. Ну, как бы там смотреть не на что. Playroom. А знаете, чем меня бесит Playroom? Чем? Тем, что его нельзя удалить с консоли вообще. Он постоянно висит, тварь, даже кнопочки нету. А ты пробовал отвертку в иконку втыкать? Мне кажется, не увидишь потом иконку. Все круто. В общем, ничего на экране больше не видишь. Потом, значит, помимо этих двух замечательных игр Demon's Souls и Astro Playroom, там появится еще один шикарнейший эксклюзив. Это Destructional Stars. Вот. Я думаю, вы все о нем не слышали. По фолл-прайзу. 70 евро или сколько там? Потом, значит, челопуки у нас будут. Обычный Майлс Моралес и проапгрейженный, который Marvel's Spider-Man. Ultimate Launch Edition. Ну, я вот очень рад, потому что я не поиграл нормально в Паука. И я вот именно вот этот бы поиграл в сборничек двойной такой, скажем так. Ultimate Edition, как его назвали православные народы. Ну, и еще в списке Сагбоя Big Adventure, потому что, ну, нужен трехмерный платформер в списке. Куда же без него действительно? Нет, ну, собственно, стартовая линейка скромная, согласитесь. Получается, фактически, пять игр пока назвали, которые точно выйдут на старте, которые вот эксклюзивы, насколько я понимаю. А как же Кипербанк, который ты тоже явно сможешь играть? А, эксклюзивы. А, эксклюзивы. Не-не-не-не-не-не-не, это не эксклюзив. Понятно. Аня. Вот. Ну, нет, там игр-то куча будет. Я говорю, самая фишка PlayStation 5, почему я вот очень хочу ее сразу же брать, потому что не нужно заморачиваться, сразу все игры с PlayStation 4 будут работать. То есть 99%, я так понимаю, что не будут работать всякие какашечки типа Tempesta, которую с PlayStation Store удалили, или какие-то такие дико-нишевые индюшатины. Вот. А остальное все, наверное, плюс-минус адекватное, будет работать. Как-то так. Tempest — это фигня про кораблики, да? Да, она сейчас вышла. Мы с Варягом недавно разговаривали в аудиодайджесте, что она вышла теперь, называется Under the Jolly Roger. И, короче, ее в Store не вернули, а у нас есть код на розыгрыш, и его, может быть, и нельзя активировать, потому что Store видит, короче, код, но не факт, что он даст скачать ее. Вот такая фигня. Вот. И Варяг там списывается с HeroCraft и пытается добиться от них правды. Не знает, чем дело кончится. Но я постримил ее тогда, помните, круто было? Да. Офигенная игра. Так, ладно, мы отошли от темы. Продолжаем дальше. Значит, вернемся к анонсам. Помимо Fortnite, Demon's Souls, нам показали еще одну просто пушечную игру. Это Five Nights at Freddy's Security Breach, которую в итоге еще и выпустят на всех остальных платформах, что, собственно, неудивительно. Школьники аплодируют, и я — нет. Вот, потом дальше. Oddworld Soulstorm. Я не понял вообще, что это. Это новая часть или что? По идее, да. Я просто не фанат Oddworld. О, прикольно. Ну, я не фанат Oddworld, я врать не буду, я просто нормально не играл ни в одну часть. Да, кидайте в меня камнями, ссаными тряпками и прочим. Нет, я лучше пожму тебе руку, потому что я тоже не играл. Я тоже не играла. Мне даже реконструктор не было, на которой я смогла бы сыграть. О, банда Сони Боев, банда-банда Сони Боев. Вообще. Мне, в принципе, неинтересна эта вселенная, она как-то отталкивающая для меня выглядит. В смысле, вообще наша вселенная? Да, в смысле. В этой вселенной прекрасны только котики и все остальное под вопросом. А как же Дэйв Мэйкрайд Special Edition, куда привезут Вильгирию? И Red Racing. Валькирия. Red Racing, да. Да, просто каждая лужа теперь зеркало. Смотрите, теперь, конечно, получше. Ну и будем надеяться, что так как SSD, то теперь люди жаловались на долгие загрузки, и Дэйв Мэйкрайд 5, теперь будем надеяться, что это будут мгновенные переходы. Ну я прочитал, что там будет режим 120 FPS, и будут другие режимы, можно будет подстроить производительность в соотношении с графикой, то есть как тебе удобно. Хочешь, чтобы тебя притормаживало, но ты тёк от графики, то, пожалуйста, ставь как надо. Консоль теперь ПК! Да, я так и написал в Телеграме, кстати. Вот. И либо, если ты хочешь, чтобы у тебя был этот, скажите мне, супербыстрый такой, значит, драйвовый экшончик, 120 FPS, то попрощайся с Red Racing и вот этой системой. Как-то так. Вот. Потом был ещё мой любимый Deathloop. Почему мой любимый? Потому что там есть я, да. У нас все на таком разработчике узнали о твоей любви, добавили твой персонаж. Да, блин, я что один эту игру жду, а она мне что-то будет интереснее. Почему у меня сразу на ум пришла шутка супа себе Deathloop? Ну, короче, она прикольная же выглядит, согласитесь. Я понимаю, что это редизайн Dishonored, по факту там. Всегда интересно. Да, она много обещающего выглядит. Да, ну, скромновато по части графики, наверное. Ну, графику не в счёт. Ну ладно, хорошо. Президент Evil деревни. Как бы всё круто, ничего не понятно. Но очень интересно. Хочется поиграть. Да, да, да. Ну, страшненько. По-моему, будет страшненько. Это, наверное, всё-таки хорошо. Но лишь бы не было так страшно, как седьмой, потому что я не вывез. Самое страшное, это был первый трейлер, который показывали на анонсе общей игры, когда она шла в 20 с чем-то FPS. И всё выглядело так рванно, только потому, что на тот момент билд плохо работал на железе PS5, а та презентация была заточена на то, что все игры были захвачены конкретно с железа PS5. И поэтому в первый раз она так рванно выглядела. А я думал, с Xbox Series S показывали. А в этот раз вы же заметили плашку, по-моему, это было на финалке, что весь игровой, даже не игровой процесс, а все кадры захвачены на PC с эмуляцией железа PS5. Я, кстати, не знаю, почему все так удивляются этому. Вспомните хорошие времена, когда были Е3, хроновируса не было, и мы смотрели полноценные презентации. На ПК. Да, вот самое смешное, сколько раз фотографии показывают, что вроде как стоят консоли на вот этих стендах, а сами стенды ты открываешь, а там всё с ПК запущено. На самом деле, в такие моменты проще им сделать несколько печек поставить, потому что дефкитов, наверное, не так много, чтобы запускать всё вот это вот прямо на конкретных дефкитах. Но захват там можно было сделать и уже с дефкита. Ну, что-то, видимо, не так. А помните, как-то воровали консоли или дефкиты, или геймпады? Да, так что. Я думаю, это ещё такой фактор перестраховки. Но, с другой стороны, я бы спёр печку, которая эмулирует. Я бы с радостью себе такую хотел. Просто первый эмулятор PS5. Всё, я запомнил. Я запомнил, что ты хочешь печку спереть. Да, печку спереть. Такой, на которой можно 33 года спать потом. Это, что у нас там дальше было-то? У нас там было-то Калавдуте-то, Black Ops, Колдовора. Холодная война, все дела. Да, Серёга, рад. Рады все фанаты Калавдуте. Нет, никто не рад, никто не рад. Короче. Почему? Потому что вчера началось аж фатестирование вечером. Кто-то даже поиграл. Я тоже поиграл. Я тоже поиграл, да. И Аль тоже поиграл. Короче, скажу... А ей нет. Я работал всю ночь. Скажу, как человек, который играл практически в каждую часть Калавдьюти. После Modern Warfare, Cold War — это дикий даунгрейд просто на поколение назад. То есть все нововведения, которые сделали в Modern Warfare, на них вот эта вот коллегия кучи всяких разработчиков, точнее даже студий, плюнула и сделала по-своему, и получилось картонно, пластмассово, и отдачи импакта от игры никакого. При этом ещё, знаете, что стрелять было максимально неудобно. То есть кривой отдачи настроить нельзя. Она как в игроках. Так, Серёга, Серёга, не, подожди. Стой, подожди, а нормальным игрокам же это нормально всё? Да, нормальным игрокам. Нормальным игрокам, смотри, знаешь, почему нормальным игрокам нормально? Подожди, прерывись, прерывись. Мне нужно послушать независимого эксперта Настя. Подожди, подожди, сначала скажу, сначала скажу, почему нормальным игрокам может быть нормально. Потому что... Руки кривые. Вот, я всё же тебе скажу. Нет, нет, при том... Потому что клац, клац, клац. Слушай, при том... Крабовыми палочками своими. При том, что мне было абсолютно неудобно целиться, то есть я вообще не мог нормально навестись на противника. У меня КД в матчах было 4-5. То есть, типа, я в 4 раза или в 5 больше раз убивал, чем умирал. Это только при том, что там настолько дикая автонаводка, что она наводится даже сквозь стены. Она как Аймбот просто работает там. Не как в нормальных колдах, как было до этого. Вот в этой Альфе было настолько все плохо. Ну, то есть для меня наконец-то колду сделали. Ура! Где там? Это наводки. Я как дитя отказалась. Мне никуда ничего не наводилось. Вот, вот. Независимый эксперт утверждает, что... У меня наводилось даже сквозь стены. Я там просто... Да, да. У тебя во всех игроках рассказывают. И понятно, как меня люди расстрелили. Я не успеваю просто выйти, и человек в голову сразу... Вот именно. Они просто сквозь стену наводятся. Я там делал серии по 20 убийств. Просто даже с одним глазом смотрел на игру, другим куда-то вообще в телефон. и все равно всех убивал, блин. Просто потому, что автонаводка. Типа, кто первый навелся, кто-то убил. Я даже консоль не включал. У нас даже консоль не включал. Всех там парил. Разработчики Call of Duty. Где моя автонаводка? Я не поняла. Где моя водка? Почему у меня не было автонаводки? Настя, завезут потом патчами платными. Такое наборо должно убрать. Потому что это чересчур. Да, конечно, уберут. Но это же альфа. Это же альфа. А еще мне Call of Duty запомнился этим грузовиком, чтобы его... Ну, получается, я же сидела переводя презентацию и перевожу разговоры там... Ну, просили народ на стриме попереводить, в том числе диалоги, которые в играх проходили. Ну, я сижу, перевожу диалоги. Там такой мужик с биноклью такой... Они его там привезут. Какого-то мужика. Они привезут его в траке. Ну, трак его. Я перевожу в грузовике, я перевезу. Короче, и тут выезжает джип. И все такие... Да это же джип! Как ты могла джип с грузовиком перевезти? А я не знаю, я откуда знаю, что там из-за кадра выедет. Да, именно поэтому в многих играх грузовиками называют джипы обычные. Унедорожники любые. То есть, грузовая машина, ну, трак. То есть, трак, грузовая машина, грузовик, что-то, откуда я знаю, что там... Денис мне потом долго припоминал. Это же джип, как ты можешь не дать джип? Откуда я знаю, что из-за кадра выедет? Может, там лимузин прикатится? Мне сказали, трак, это трак. Мне что говорят, я то перевожу. Отстаньте от меня. Может быть, там лампорт Джиги или Мерседес выйдет. Откуда же я знаю. Это все еще лучше, чем в Xbox с подпиской. Да. Xbox с подпиской. Этот голос потрясающий, да. Xbox с подпиской. Ладно. Короче, от грузовиков к магии. Потому что нам анонсировали еще Hogwarts Legacy. Там-там-там-там. Ты волшебник, Гарри. Один из лучших анонсов лично для меня вместе с финалкой. Это четвертая игра, которую я вообще жду. Больше никакие игры, кроме этих четырех. Ты на всю жизнь ждал четыре игры? Да. Ну нет, на данный момент, на данный момент. Это Cyberpunk, Stalker 2, игра по непобедимому, Лема и вот про Hogwarts. Про Hogwarts? Ты разносторонняя личность. Да. Вот, а у меня проблема в том, что я почти все из этого списка жду. Но! Поиграли ли я хоть во что-нибудь? Да, это извечная проблема. Не, Hogwarts Legacy круто, но Роулинг не участвует в движухе. Короче, может, будут какие-то ляпы. Там не будет камеево-персонажев, насколько известно. Персонажев? Персонажев. Там и есть, что это происходит. Тысяча восемьдесят... Ну, там, 1800-е годы, поэтому там и не могут быть те персонажи, к которым мы привыкли. На самом деле, несмотря на то, что там... В смысле, 800-е? Там, 1800-е в прошлом, да. Да, я думал, 80-е там, 1980-е. Нет-нет-нет, насколько я помню, там было 1800-е, то есть 1800-е год. А может, это время было? Время, это 1800-е годы. Вот. А кто директор Хогвартса? Да, там был Долгожил пойдет. Нет, там книга упоминала, что кто-то до него был, но я, честно говоря, уже давно читала, я не помню, кто там был Долгожил директором. Нет, ее тоже. Но меня пока радует именно то, что показали, из чего будет состоять игровой процесс, если не обманули, то это то, о чем... Ну, то есть, это та игра, которая давно ждала со времен третьей части по Гарри Поттеру. Да, такую игру мы уже давно все ждем, уже столько слуха входило о ней. Потому что третья, самая моя любимая из линейки про Гарри Поттера, третья часть, потому что там было и изучение Хогвартса, то есть ты любил, ходил по своей любимой школе, ты вот это заклинания всякие совершал, сюжет, полеты на гиппогрифах, вот это вот все то, что я люблю. Потому что последующие части, вот это вот махание, четвертая часть, вообще какая-то странная, на главы разделенные, собирай вот эти вот гербы с видом, вот это еще сверху, такой изометрический. А я первые четыре раза проходил. А мне нравится больше всех первое, да, про философские камни. Там был... Не, мне нравятся все. Вот давайте так. Там был Дор такой, с очками типа Дил Визит, с черными такими. Я играл, по-моему, во все, которые на ПК выходили, вот, вплоть до Десли Холл. Просто там, по-моему, две части их было, и я, по-моему, только в одну играл. Я не могу ошибаться, просто не помню. Первые три, вот твои самые любимые, а вот последующие вообще, я пыталась с них играть, но... Ну, они начали эксперименты просто с жанрами. А помните, про Квидич была отдельная игра? О, да. Я вот ее хотел все поиграть, никак не мог поиграть. Не мог ни найти, ни купить что-то, и все очень грустно. А я один раз нашел пираточку, и она у меня не запустилась. Ну, все, там, наверное, в Hogwarts Legacy и Квидич будет, и все дела. Ну, да, должен быть. Блин, ну, это вообще пушечный анонс, просто разрыв булок на ТНТ, и как бы вообще прекрасно все. Я думаю, что сейчас многие, когда это увидели, они такие, ааа, PS5. А это эксклюзив или нет? Я вот что-то пропустил этот момент. Вроде как временный эксклюзив. А, дата выхода? Дата выхода кто-нибудь? 2021. Ну, точно, да, ты еще не было, да. Да. Долго. Ну, ладно. Значит, потом у нас был Челопук. Павел Сморалес и... Не Майлс Моралес. Ну, в общем, нам уже столько про него говорили, что как бы уже не удивляет, просто мы ждем и ждем как бы спокойненько. Ну, и очень шикарнейший просто анонс, это, конечно, финалка 16-я, потому что там незадолго, по-моему, до презентации слухи появились. Я до этого как-то сильно особо не видел, но было очевидно, что как бы будут делать новую финалку. Да, очевидно. Но когда именно какая она будет, это было очень интересно. Да. И сеттинг. Мне понравился сеттинг. Да, да. Я не знаю, в Средневековье вот оно прям классно смотрелось вообще, очень так колоритненько. И я думаю, что все будет невероятно круто. Каким-то прям даже ведьмачком повеяло, честно говоря. Японским. Мне лично из финалок, вот когда я увидела, ну, анонс вот 16-й финалки, мне сразу Type 0 вспомнилось, потому что из всех Final Fantasy Type 0 лично для меня такая одна из самых мрачных. Почему Type 0? Она же Type Zero. Нет, Type 0. Она же Sub-Zero, Sub-Zero. Вот. Настя, продолжай, прости. Я не за что не прощу. У Сереги граммар нации срабатывает постоянно. Внутренний. И тут тоже такой на вид будет довольно мрачная история. В общем, все очень здорово. Правда, когда только-только показывали трейлер, и я что-ка бы не сразу заметил, там они, оказывается, где-то на фоне ходили, я не обратила внимания, потому что мой взгляд тут полностью влится к героям. Я все никак, в сомнениях была. Это Lost Aside? Потому что, помните, когда вышла Final Fantasy XV, один корейец вдохновился Final Fantasy XV и начал делать свою игру. И причем она в игре настолько здорово, что мы даже потом выделили команду для разработки. Игра, вот пока ее название, Lost Souls Aside, вот. И там, и в 16-й финалке есть герой, который очень похож на героя, как раз-таки главного из Lost Souls Aside. Я еще сидела и думала, это он? Это какую игру показывает? Это финалка, не финалка? Только Чокоба, которые бегали, наконец-то разрушили дилемму. На самом деле, стилистику игры, точнее, стилистику очередной части Final Fantasy можно понять просто по Чокоба. Ты смотришь на Чокоба, и сразу понятно, примерно в каком мире он будет существовать. Да-да-да-да-да. По сбруе, по всему, да. Я только по ним и понял, что это финалка. То есть, как только я их увидел, все, сразу сомнения все впали. Вот. Потому что, если посмотреть на скриншот вот с этой мальчиком-девочкой, которая в красном, это можно подумать, что это Resident Evil какой-то. Так это мальчик, а девочка? Ну, больше похоже на девочку, хотя... Нет, это мальчик, по идее. Если он станет куда-то спокойнее. В каком мире мы живем, твоя мать? Так, у меня глаз набит после всех аниме и новелл, которые вы считали все нормально. Блин, я вспомнил, когда Настя стримила покемонов, у него был Иви. Да. Вот, я все время думал, что это девочка. Нет. Нет. Слушай, это точно мальчик? Ну, там и сережка, как бы, и взгляд томный. Да, это точно. Говорю, как тебе, как девушка, которая ведет много томных мальчиков, сережками выигрывает. Комит только прочим. Благо, у меня нет такого опыта. Я тебе скину почитать, чтобы ты тоже набрался опыта. О-о-о-о. О-о-о. 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 А потом с Пэшли будем обсуждать. Да, красивых мальчиков сережка не дам. Там. Я можно послушаю просто? Нет, это точно не Джорджо будет. Нани. Нет, ну, это слишком предсказуемо, если это будет Джорджо. Так, ну ладно. Я думаю, нужно остановиться с протомных мальчиков. Давайте перейдем к брутальным мальчикам, потому что это был тизер God of War. А, еще с Final Fantasy? Ну, давай еще в Final Fantasy. А, давай, Настя, поехали. Еще чуть-чуть к чему-чему, погоди. Вот. Нет, просто хотела добавить, что там примечательно, что принимают участие в ее разработке люди, которые как раз-таки работают на Final Fantasy 14. Вот, то есть там продюсеры, режиссеры, насколько я знаю, их команда вроде бы тоже отчасти. Вот. С одной стороны, да, вот, ну, единственная, правда, еще почему было сложно, да, догадаться, что это Final Fantasy. Обычно всегда первые трейлеры по Финалкам это какие-то, да, сиджайные ролики, которые просто поражают воображение. В этот раз решили все показать на движке, то есть каких-то сиджайных прям, ну, роликов, которые они обычно вот делают с таким накрученным графонием сверху, в этот раз не было. Вот, но вообще... Потому что симуляция PS5. Да. Вот, когда будет именно на PS5, тогда и нам покажут сиджайные ролики. Вот, но вообще пока все интригует, и к тому же там люди, которые делали не оригинальную, оригинальную финалку 14, если кто не помнит, изначально вышла Final Fantasy 14, она была очень неудачной, очень плохой, и потом поручили другой команде срочно с нуля переделывать. Вот как раз люди, которые делают Final Fantasy 16, это те, которые реанимировали когда-то 14-ю финалку. Ну, реанимировали, то есть вообще полностью, все выкинули, сделали заново. Да, они, в общем, посмотрели на то, что получилось, такие, ай, нам будет проще заново делать, выкинули в окно и сели заново, игру сделали. Ну, получилась культовая игра, которая до сих пор пользуется огромной популярностью, несмотря на систему подписок и прочего. Чокоба, Чокоба как раз похожа, кстати, на Чокоба, которые в 14-й финалке были. Опять же, я просто абсолютно всю сюжетную часть 14-й финалки не успела пройти, но, говоря, там история очень хорошая, поэтому есть надежда, что 16-я финалка получится очень даже интересной. Ну, 14-я финалка, она вся на эльфийском, поэтому... Да. Блин, я как-то ММОшечки не воспринимаю, честно, в сюжете как-то мне тяжело. Ну, а там конкретно такая прям сюжетная ММО. Да, прям сюжетная ММО, очень много сюжета, очень много текста, и единственное, что проблематично, там язык используется не современный английский, а такой чуть... Они взяли... Такой чуть старее. Старословский? Не старее, грубо говоря, знаешь, вот около того, то есть они взяли такой литературный английский, который такой, он используется, я же говорю, не в современности, а чуть раньше использовался, и поэтому иногда бывает, даже, я знаю, английский, бывает иногда сложности с перевариванием информации, что эти персонажи говорят. Традиционно китайский, да? Да, да, да. Эльфийский, я же говорю. Да, 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 вот, эльфийский, это отличное сравнение, что-то говорят по-эльфийски. Но игра действительно стоящая, мне понравилась. Окей, можно я про God of War скажу, пожалуйста? Конечно, да. Давай, давай. Там тизер показали, классно, Рагна-Рок. Да, сказали, Рагна-Рок на стопе 21-м. Я такой, нет, нет, куда Рагна-Рок? Не хотелось бы, я там планировал поиграть в приставочку. Помирать не хочется, знаете ли. Ну, ничего не показали, показали тизер, логотипчик, Рагна-Рок, вот. Мы помним, что... А, вы проходили же году фор, да? Да, 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 да. А, нет. А на PS Plus Collection, как бы, я жду. А, ну ладно. Ну, в общем, вам небольшой спойлер. Я не слышу, что нет, не слышу. Нет, не буду, ладно, не буду, не буду. Ну, просто те, кто проходил, знают, чем закончилось и знают, чем может обернуться, почему Рагна-Рок. Вот, кто там потом в конце показался, с кем мы, скорее всего, будем драться, как, что будет, вот. А вы не знаете, ха-ха-ха. Я вам напишу, чтобы вы узнали и все, вам проспойлерю. И, кстати, в конце... Так, быстро сказал, что ты сделал с боем? Я тебе не прощаюсь, что ты сделал с боем? Убийца дворецкий, короче, вот. Все, что я хотел сказать. Откуда там дворецкий? Есть там один. Ну, вот. Как бы по анонсикам вроде все, да? Давайте теперь еще одну темку зацепим. А, да, мы уже обсуждили, да, точно. Я же еще сказала, что и пакта отщита нет, вот простите. Да, да. Фу-у-у-у-у. Ура, нету. Не, я проходил Demon's Souls, я посмотрел на сравнение с PS3-версией, конечно, и это пум-отвал башки вообще. Это опять другая игра, как с мафией. Я все время вспоминаю мафию. Не то, что это волшебный сусок. Это Гарри Поттер А там волшебная палочка Ой, все, Егор, остановись Останови, останови, да, стоп Ладно, аксессуарчики Цены на аксессуарчики тоже озвучили Значит, геймпадик DualSense со вкусом банана Будет стоить 5,799 А с клубника есть? А, и ребристый только остался 5,799 Как бы ничего нового Все ожидаемое, я не думал, что будет сильно дешевле Или сильно дороже, где-то так, там 4-6 тысяч Где-то в этом разлете он должен был стоить Нифига разлет Ну, вот так вот у меня Очень, знаете, я не могу определиться Но слухи давно ходили, что типа около 6К будет стоить Ну, так и есть Все, честно, без обмана Волшебника Сулеймана Значит, кому нужны пульсухи 3D Беспроводные гарнитуры Закончились Наконец-то Пульсы 8,299 рублей готов Кстати, нормальная цена Если честно, меня порадовала Я думала, придется 10-12К отдать Я свои пульсы от PlayStation 3 Хотя у меня PlayStation 3 не было Но я брала прошлого поколения Потому что мне именно интересовала эта технология пульса И мне она очень понравилась И я тогда отдала 6 тысяч рублей за наушники чтобы взять на PlayStation 4. Поэтому 8300, ну, то есть, ненормально. Я тоже думал, что они будут стоить примерно как платинумы. Они там выше десятки. При этом не берите платинум, не берите. Столько плохих отзывов на них просто капец. Ну, это тут-то что там? 3D-звук, два встроенных микрофона, лучшая технология на шумоподавление, он варит кофе, пылесосит, может стать вашей женой. Беспроводная гарнитура, пульс 3D. One Love. Ну, ладно. Это все неправда, конечно. Шумоподавления там нет. Все остальное есть. Всё, закончились. Все, не будет ничего. Зато HD-камеру можете купить с двойным объективом в разрешении 1080p, который даст вам возможность транслировать свои неповторимые эмоции при прохождении игр. Почему HD? Почему ты это не сказал? HD-камера. HD-камера. HD. А почему можно было тогда дальше пойти и сказать не HD, а HD? HD. Ну, HD не хотел. Вот, стоить она будет 4999 рублей и 99 евро. Есть в наличии, можно брать. Да, но зачем? Если вы не стримите. Или если вас нет. Но зачем? Не покупайте Егора, даже до что-то осталось, но он хотел себе камеру. Не, у меня только на консоль деньги будут пока. Всё, нет. Хотите? Донатите на стримосах. Всё, куплю. Ладно, поехали дальше. Самая важная, самая нужная вещь ПДУ, мультимедиа. Для лёгкого взаимодействия с фильмами и стриминговыми видеосервисами. Это я официальное описание читаю. Естественно, сам бы я так не сказал. То есть, ненужное говно за 2500 рублей. 2499 рублей. Вот. Никому нужно, но извините. У тебя абсолютно полярное мнение о сравнении с официальным. Не, ну официально как они напишут? А вот мы тут говнопульт продаём. Берите за две с половиной, пацаны. Говнопульт. Ладно, окей. Зарядная станция DualSense. Вот, чтобы он продолжал пахнуть ребрышками. Ой, ребрышками. Я, ребрышки. Да, ребрышки. Чтобы у него пупырышки не сдулись, чтобы он продолжал пахнуть бананом. Ребрышки. Я теперь ребрышек захотел. С острым соусом какие-нибудь. Презерватив со вкусом ребрышек. Тут могут и укусить, так что опасно. Это дисклеймер на упаковке. Он несъедобный. А вот и название выпуска. Вас могут укусить, или он несъедобный. Он несъедобный. Зарядная станция DualSense, короче, для двух беспроводных контроллеров. Также две с половой. Ну, я не знаю, я никогда не пользовался такими штуками. Может кому-то понравится. У меня типа есть кабель. На самом деле полезная вещь приучать от того, что геймпады будут быстро разряжаться. Ну, ты знаешь, мой геймпад от PS4, он как бы больше трёх часов в принципе уже не нюхает. Ну, у меня тоже нет никакой зарядной станции, но большинство, знаешь, как делают? Они берут два геймпада, и у них они всегда просто в этой станции тусуются. У них один разрядился, они берут второй и всё. И не парятся. Сразу вспоминаю офигенную историю, как моя 3DS Cosmo Black жила в док-станции, и в конце концов с ней произошёл какой-то баг, глюк, там ещё какая-то дичь. Значит, контроллер питания поехал кукухой, она работала по полчаса, заряжалась по 4 часа и начала вздуваться батарея. Держите всё на док-станциях, так и должно быть. Нет, на самом деле сейчас очень много вариантов аккумуляторов, надо смотреть, какие-то любят полный заряд, какие-то не любят, какие-то можно оставлять на зарядке постоянно, то есть не парясь. Да, литий-ионный, литий-полимерный, куча вообще всяких. Так что не думайте, что всё подано к ребёнку. Не надо, как раньше, телефон накупил, значит, полностью зарядил, полностью разрядил, так несколько раз, чтобы батареечку раскочегарить. Такого сейчас как бы нет, если вы ещё не в курсе. Но думаю, что таких людей уже, наверное, мало. Это не точно. Так, Настя как-то и так хихикнула внезапно. Она сейчас просто геймпад зарядки снимает. Да, и такая, телефон отключила. Я иногда так делаю, что? Ну что, ну ничего, ну все эти без грешка, нормально, да? Всё хорошо, с этим можно жить. Так, ну что, что? Я даже не знаю, что добавить. А цены на игры? А цены на игры? А то игры же обсудили нидейку, а сколько это обойдётся удовольствие. А это неважно, это очень страшно. Не выстраивайтесь, да, что надо. Мне надо превращать выпуск в хоррор, пожалуйста. Ну, на самом... Скажи мне цену. Всё не так плохо, всё не так плохо, потому что... Настя, не утешай меня. Всё не так плохо, всё не так плохо. Всё хреново. Всё очень плохо. Все в жопе, все. Это все друзья, и они в жопе. Подождите, это был новый опенинг друзей, что ли? Я пропустила. Ладно, всё, всё. Дышим глубже, Настя, погнали. Дарт Вейдера садись. Подожди, дай ему дышаться, а то мы можем потерять его. Я забыл дышать. Давай, на всё, поехали. В Европе и Америке на сцены опять поднялись. То есть, издатели, которые хотели поднять цены, но всё повода не было такого прям хорошего, объективного. Наконец-то дождались момента. Новое поколение, новые ценники. И изначально же объявили, ну, международные цены, то есть, игры в основном обойдутся новые в 70 долларов или 80 евро. Но. Дорого, дорого, соглашусь. Но в пересчёте на рубли всё оказалось не так плохо. Это всё-таки ещё не 70-80 евро, поэтому можно дышать пока. Но дороже, конечно, чем мы привыкли. Уже не 4 тысячи рублей. И даже не 4 500, как Дейсгонка-то установил новую планку. И у нас игры обойдутся в новой линейке от 4 400 рублей до 5 500 рублей. Вот. То есть, например, Майлдс Моралес, который не Ultimate Edition, это как раз 4 300. Ну, Сокбой у нас обойдётся в 5 тысяч. А вот если хотите Demon's Souls или Destruction All Stars, то придётся отдать уже 5 500. Ну, конечно, цены удручают. А с другой стороны, я как-то лично я не сильно как-то изморачиваюсь, потому что всё равно последнее время... Ну, то есть, так раздулась библиотека, и плюс работа, домашние хлопоты и прочее, что я играю меньше, чем у меня накоплено. Поэтому всё равно, потому что часть буду продолжать брать на скидках и через огромное количество времени после релиза. Да. Пенсия. Поэтому я не особо грущу. Ну, короче, теперь, получается, у Nintendo ценники-то адекватные, да? Да, на этом фоне вообще потрясающе просто. Все сравнялись, наконец-то. Ну, вообще, это нормально, потому что стоимость разработки, она же растёт, и игры должны, соответственно, расти. Ты что такое говоришь? Ты что вообще ещё говоришь людям за работу платить? Ну, ты вообще... Не, ну, правда, она же так и есть, блин. Да, так и есть. Нет, объективно, объективно, так и есть, действительно. Да не, вы чё гоните? Им либо микротранзакции вставлять в свои игры, которые этим и так занимаются, в принципе, почти все, либо увеличивать стоимость самой игры, потому что всё сложнее и сложнее становится отбивать разработку. И ещё и в том, что почему разработка выросла, то есть не только потому, что всё больше... Почему требуется всё больше народу, да, у нас? Люди же хотят всё более технологичные игры. Плюс у нас уже, да, подошла эра 4К, там уже на горизонте 8К маячит. И проблема даже в элементарно графика. Чем более реалистичная графика, тем больше вы возитесь тем, чтобы она выглядела потрясающе. Это потому что и сами текстуры, освещение, передать материалы. И чем больше разрешения, тем дольше вы провозитесь над этой картинкой. То есть элементарно вы даже просто тем же художником, дизайнером, и всем-всем-всем отойдите куда больше денег, потому что они будут делать работу, куда больше времени. То есть у него случаи... Если взять Halo, например, новый Infinite... Да, вы всё врёте. Если все игры будут такими, то они там особо не заморачивались на 4К. Типа разрешение становится больше, а детализация меньше. Там... Нет, в Halo там не вообще-то старались. Давайте по-честному. Не, ну... Ну, стараться будут, наверное, в единицах игр. Вы нет, вы всё врёте, врёте. Потому что ремастеры. Ремастеры вот эти ремейки, это всё делается. Ремкоты, просто там графончик подкрутишь, и ту же самую игру продаёшь потом по фулл прайсу. Это всё, да. Ну да, там ползунок просто есть, вообще-то, да. Вообще игры легко делаются. Вы заходите в программу, нажимаете, там вам нужен шутер, платформер или ещё что-то, и кнопочку «Сделать», и всё, готово. «Сделать круто» там написано. «Сделать круто» или «Сделать плохо». Да. Всё, и ты и ценник стоит ещё. Скорость загрузки зависит. Как быстро она загрузится у тебя, и напечатаются диски. Так это и работает. Не, понятно, что, конечно, разработка, ну, действительно, усложнилась, и её стоимость, естественно, выросла, потому что чем больше трудозатрат, тем больше вам придётся... Ну, не у Destruction All Stars, блин. Ну, вот это да. Чё, Аня? Нет. Я не спорю. За идею платят. К сожалению, к сожалению, если в одних случаях действительно дорогая разработка, то в других случаях издатель просто «А что, и можно поставить ценник 5500? А мне нет, что ли?» Которые цена всё средняя. Вот, давайте её, да. То есть, да, я не спорю. Я не говорю, что абсолютно все издатели ставят ту цену, которую, ну, действительно бы я купил их разработку. Некоторые ставят, потому что, «А что, всё можно?» Мне сельсово. Да. Я и готова. «А что, 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 что-то будете говорить ещё или всё?» Я хочу хейтс на PlayStation 4. Что хочешь? Хейтс. Дайте мне хейтс, пожалуйста. Хейтс. Я сначала подумал, хейт какой-то. Похейтит хочет PS4. Внезапно, конечно, Настя. Мне грустно последние дни, понимаешь? Грустно. Я хочу её поиграть, но чую, если мне не станет легче, не придётся на ПК покупать и играть. А она уже вышла? Да, релиз состоялся официально. Ты должен был хорошо, а за кого ставите не это? Так, ну ладно. Раз все выговорились, всем полегчало, будем закругляться. И хотим сказать спасибо мы нашим теперь бустерам, теперь не патронам. Патронам тоже спасибо, но бустерам теперь особое спасибо, потому что их теперь больше, чем патрончиков. Но патрончики тоже красавчики, все красавчики, всем огромное спасибо. И отдельное спасибо Илье Чикити, Жене Герасименко и каналу BossRushMod, который в этот раз решил передать своё сообщение, потому что у него теперь есть такая возможность, так как он оформил самую жирную подписочку. Привилегии. Да, да, да. Вообще. Он хотел передать благодарность всем своим немногочисленным подписчикам, а также выразить благодарности своей супруге и дочке, которые поддерживают его в его жизни и вообще влечении в частности. Вот такие вот тёплые пожелания. О-о-о, как мило. Спасибо. Спасибо ещё раз канальчику BossRushMod. Спасибо. Огромное спасибо. Это очень круто. Желаем как можно больше подписчиков. И от нас тоже привет. Да, да, да. Тоже привет. Большой от нас. Вот. И, наверное, наверное, всё. Всем остальным патрончикам, бустерам тоже огромное спасибо. Присоединяйтесь к их числу. Мы будем рады видеть вас в списках. Оставляйте свои фидбэки, слушайте нас везде. Мы вообще тащимся, прёмся, нам это всё нравится. Плюс у нас теперь появились спешалы, которые с определённого уровня подписки на Boosty тоже будут доступны. То есть подписывайтесь один раз и сразу все спешалы становятся доступны, даже если вы на месяц запрыгните. И можно будет успеть всё прослушать. Это лайфхак, лайфхак такой. Не понял, ты что рассказываешь тут, а? Я добрый. Ты на чё их подбиваешь? Я добрый, отвалив. Вот. Ну, короче, ребята, ждём вас в числе своих подписчиков, вот, и просто слушайте и в фидбэке оставляйте. Короче, с вами были я, Егор Феникс Бекей, генерал Сергей Борлейдер. Это я. А также Настя Волд Олд, джесты, дом Таргариенов, королева андалов и первых людей, владычество Семикоролевств и хранительница областей, правительница Мариина Калиси, Великого Травяного Моря, разрушительница оков и матерь драконов. Всем пока! Раунд! Пока! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!